Всем привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами приготовим нежнейшие хачаны с картофелем и сыром. Кавказская кухня. Просто, быстро и очень вкусно! Сегодня с вами Елена на канале «Найди свой рецепт». И мы, дорогие друзья, сегодня с вами приготовим хачаны. Национальная кухня балкарцев, карачаевцев. Когда мы были маленькие, ездили в Кабалдино-Балкарию и нас угощали лепешками, которые были такие вкусные, и мы не могли понять, из чего они сделаны. Вкус заполнился до взрослого состояния. Мы съедали, и нам хотелось еще, но мы стеснялись попросить. Вот честно скажу, что лепешки эти до сих пор стоят в глазах. Также хочу сказать, хачаны очень актуальны. Так же, как у нас в России пирожки. Хачаны бывают с различными начинками и с мясной. И как сегодня мы приготовим с картофельной сырной начинкой, и также с ботвинником. Хачаны я готовлю давно. У нас в группе была девушка в институте, и она нас научила готовить эти лепешки. Студенты мы ели все. Годы были 80-е, голодные. Сметалось просто все. Мы с удовольствием все дружно лепили хачаны, и также с удовольствием все дружно их съедали. Дорогие мои, для нашего рецепта нам понадобится полстакана кефира. Желательно, чтобы он был комнатной температуры. Я с утра его налила в стаканчик, полстаканчика уже выпила. Он у нас такой тепленький. И понадобится полстакана воды. Вода у меня кипяченая. Можно даже сказать, что она еще тепловатая. Тоже я выливаю. Конечно, можно хачаны приготовить либо на кефире отдельно, либо на воде. Но вот так как мне такой рецепт достался со студенческих времен, я пользуюсь им, и меня он устраивает полностью. Также нам понадобится чуть больше половины чайной ложки соли. Столько же беру соды. Сода пищевая нам понадобится для того, чтобы наши хачаны были такие пышненькие, чтобы они у нас надувались на сковородочке. Половинку чайной ложки будет достаточно. И я начинаю просеивать муку. Муку нужно просеять обязательно, чтобы мука была насыщенной кислородом. Ну а тесто, конечно, чтобы у нас было мягким и воздушным. В жидкую основу я добавляю по стакану муки. Не добавляю все сразу, потому что тесто у нас ни в коем случае не должно быть перенасыщено мукой. Оно должно быть нежным и очень-очень мягким. Я размешиваю. Процесс пошел. Сразу же образовываются пузырьки. Они так немножко пощелкивают. Нет, вам не слышно. Так, я просеиваю второй стакан муки. Чем мне нравятся хачаны? Они достаточно сытные. Я считаю, это блюдо вот такое актуальное в наше время. Съел и там и картофель, и сыр, и в то же время хлеб. Ну о чем еще можно мечтать? Сытно. Можно вот с утра покушать и до обеда даже вообще голову не ломать. Также взять с собой на перекус великолепно. В какую-то поездку, дорогу. Если вы идете в горы куда-то погулять, великолепно перекусить. Взять с собой молочка, кефирчик. И это прекрасный перекус, замечательный. На свежем воздухе. О чем еще можно мечтать? Так, я просеяла второй стакан муки. И аккуратно все замешиваю. Очень-очень распространенный вопрос. Какое количество муки брать? Если мы берем 300 мл жидкости, то есть полстакана мы берем воды, полстакана кефира, то муки мы примерно должны брать в два раза больше. Как вы видите, я не высыпаю сразу всю муку. Последний третий стакан. Вот в таком состоянии у нас находится тесто. Оно еще не доформировано. Я просеиваю не весь стакан муки. Он у меня и не полный. Я просеиваю вот часть только. Как бы аккуратненько, аккуратненько, чтобы тесто, оно такое вот живое, оно как ребенок. Что с ним нужно аккуратно, чтобы не перенасытить мукой. И замешиваю муку. Если вы сделаете их однажды, вам очень понравится, легко, просто, никаких сложностей. Я убираю вилочку и начинаю тесто замешивать рукой. Сейчас покажу, какое тесто у нас получилось. Вот оно у нас еще не доформировано. Достаточно мягкое, как вы видите. Я немножко его подсоберу. Сформирую шар. Тесто у нас достаточно мягкое, нежное. Я не буду его больше мять, выминать. Оно не прилипает ни к столу, ни к рукам. Я его выкладываю в миску. Излишнюю муку я высыплю. Здесь немножко я лишнего сыпанула. Поэтому аккуратнее. Не надо лишнюю муку пересыпать. Накрываю его пленочкой, пожалуйста, полотенчиком, салфеточкой. И минут на 40 я его ставлю в теплое место. Для того, чтобы оно у нас было более тягучим. Чтобы у нас лепешки получались достаточно тонкие. Чтобы оно у нас прекрасно было таким, как сказать, пластичным. Чтобы нам было легко с ним работать. На 30 минут обязательно убирай. Если есть у вас время 40 минут, будет просто-просто великолепно. Переходим к начинке. Начинки по количеству должно быть столько же, сколько и тесто. Если мы взяли 250 миллилитров воды, то муки мы берем примерно 500 граммов. Соответственно, и начинки у нас где-то должно быть 750 граммов. Вот излишний кусочек сыра я отрезала. Все завешала. Здесь у нас 350-380 граммов сыра. И картофеля такое же количество. Всю нашу начинку сыр и картофель мы должны пропустить через мясорубку. Через мелкое вот такое вот сито. В избежание таких комочков, которые вели бы к разрыву нашей лепешечки. Поэтому я включаю мясорубку. И в первую очередь я перекручиваю сыр. Сыр, может быть, лучше брать адыгейский. Вот такой вот творожненький, какой-нибудь солененький. Я так думаю, что сыр сейчас можно купить везде. Самое главное, чтобы был он очень свежий. Вот такой сочный. Не сухой. Я пропускаю через мясорубку. Так, мы перемололи все с вами в мясорубке. И сейчас я добавляю сливочное масло. Для чего я добавляю масло? В масло примерно добавлю 50-70 граммов. Для того, чтобы наша картошка и сыр, они дали такую эластичность и были такие мягкие, чтобы мы их могли легко раскатать. Сейчас я рукой все как следует перемешиваю так, чтобы у нас здесь была однородная масса и картофель и сыр. Мы с вами приготовили однородную начинку. Она у нас очень пластичная, мягкая. И нам сейчас ее нужно разделить на несколько равных частей. Вот у нас диаметр сковородки 20 сантиметров. Примерно у нас получится примерно где-то лепешек 10-12. Я делю начинку на вот такие равные части. Размер как куриное яйцо. Выкладываю на блюдо, чтобы нам было удобно собирать хычин или лепешечку. Обязательно пробуем начинку на соль. Если вы немножко недосолили, то по своему вкусу, то, конечно же, можете немного соли добавить. У нас начинка великолепная. Сыр достаточно такой солененький, поэтому соли добавлять я не стала. Выкладываю тесто. Оно у нас такое стало более липкое. Покажу, что тягучее. Немного я его обминаю в муке. Не сильно, но так, чтобы оно не прилипало ни к столу, ни к рукам. И тесто тоже делю на равные части. Примерно на 12 частей. Делаются колобки такие. По размеру они вот примерно равные начинке. Так что смотрите, пожалуйста. Итак, мы берем кусочек теста. Я просто его раскатываю. Раскатывать первый раз слишком тонко не надо. Примерно это 0,3-0,5 сантиметров. Не забывайте, если нужно, то подсыпайте муку. И выкладываю начинку. Начинку я немножко вот так вот приплюскиваю. Выкладываю ее по центру. И собираю нашу лепешечку. Вот таким способом. Излишнее тесто я уберу. Просто отрежу ножом. Здесь я начинаю выравнивать руками нашу лепешку. Так, чтобы начинка равномерно вместе с тестом у нас расходилась. Это получается вот так. Удобно очень на столе делать. Показываю более подробно. И начинаем нашу лепешку раскатывать. До какой толщины. Чем тоньше вы раскатаете, тем будет вкуснее. Я сразу же скажу. Никуда не торопитесь. Все приготовится великолепно. А самое главное, что мы должны с вами разогреть сковородку. Желательно ее взять либо блинную, либо с толстым дном. И мы с вами раскатываем и идем жарить наши хачаны. Лепешку мы раскатали достаточно тонко. Великолепно держится начинка. Она мягкая и очень эластичная. Нигде ничего не порвалось. Рецепт великолепный. Если он вам понравился, не забудьте, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Найди свой рецепт. Сковородка у нас с толстым дном. Если есть у вас блинная сковородка, подойдет. Я выкладываю в разогретую сковородку. Безо всякого масла, безо всего. Обжариваем не на самой высокой температуре. У нас 4 деления. Мы обжариваем на тройки. Чтобы у нас тесто приготовилось. Чтобы оно у нас не сгорело. Как определить готовность? Как только наш хычин будет подниматься, значит он у нас обжарился. И его уже пора переворачивать на другую сторону. Лепешка наша надувается. Значит ее пора уже переворачивать. Я аккуратненько-аккуратненько переворачиваю. И мы обжариваем с обратной стороны. Сейчас она у нас надуется как шар. И нам необходимо, чтобы она у нас хорошенько прожарилась, обязательно наш шар проткнуть. Я это делаю обычной вилкой. Можно сделать зубочисткой. Хычин наш получается великолепно. Отлично. Все идет по плану. Я прокалываю вилочкой, чтобы выпустить воздух. Аккуратненько. Можно даже в двух местах. С этой стороны можно смазать сливочным маслом. Готовится буквально 1-2 минутки. Пока мы будем смазывать, у нас другая сторона уже поджарится. И будет все у нас с вами как по конвейеру. Желательно убирать хычины в глубокую посуду. Так, чтобы они сохранили дольше тепло. Если есть кастрюлька большая такая, можно в нее сразу же складывать. Мы будем кушать хычины наши сразу же. Мы не будем их хранить. Мы сейчас, пожалуй, все съедим. Выкладываю готовый на другую сторону. И точно так же промазываю сливочным маслом. Делать это нужно обязательно, чтобы они у нас были вкусные, со сливочным вкусом. Не забывайте, маслицем, пожалуйста, пользуйтесь. Вон какой красивый у нас получился. Горяченький. Сейчас мы с вами обязательно попробуем. Я выкладываю следующий. Всем народам Северного Кавказа огромный-огромный привет. И Сентуке, и Пятигорск, и Кисловодск. Всех мы очень вас любим. По вашим рецептам готовим вот такие чудные хычины. Они у нас получились очень нежные, мягкие, сливочным вкусом пропитанные. Конечно, мы сейчас обязательно-обязательно их попробуем. Но прежде чем пробовать, по правилам, их нужно разрезать на 4 части, откуда у них идет и название. Крест, вот такие хычины мы с вами приготовили. Обязательно их разрезаем. Вообще, очень-очень я люблю уже давным-давно кавказскую кухню. Она мне очень нравится. Полезная, вкусная. Все плюсы, ни одного минуса. Я обязательно пробую. Вот такие вот лепешечки, пирожки мы с вами приготовили. Тоненькие, вкусненькие, нежненькие. О чем еще только можно мечтать. Да, вкус детства. Великолепно, вкусно. Пробуйте, готовьте по нашим рецептам. Мы сейчас будем ужинать с кефиром. Легкий, полезный ужин. Я желаю вам, конечно же, приготовить по нашему рецепту хачаны. Обязательно подписаться на наш канал. Найди свой рецепт. Пишите комментарии, и я отвечу. Поделюсь с вами всеми секретами. А вы не забывайте, пожалуйста, ставьте нам лайки.